Горный Алтай уже давно входит в список наиболее популярных зон отдыха. Сюда ежегодно съезжаются туристы со всей страны. Только за прошлый год колыбель цивилизации посетили 2,5 миллиона отдыхающих. Это на 300 тысяч больше, чем годом ранее. В текущем цифра может стать еще больше. Уже на майские праздники в Горном был настоящий аншлаг. Сложно было найти свободную базу. Да и дорого нынче отмечают жители Барнаула. Даже не мечтаю, наверное, там будут такие цены, которые для простых граждан не очень доступны. Скорее всего так. Средние и выше. Топ-менеджеры будут ездить отдыхать. Ну и иностранные, наверное, туристы. А для наших, наверное, будет менее доступно. Ну вы бы вот, может, на пенсию смогли бы себе позволить отдых в Горном Алтае? Ой, да что вы что? Ну, может, один день я продержалась в Горном Алтае, думаю, на свою пенсию. Ну, двое суток максимум. Ну, а потом на личном транспорте моей дочери, может быть, и вернулась бы. Ну, только так. А так нет, конечно. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Ехать на один-два дня тоже, знаете, это накладно. Завораживающий вид с горы Салоп, село Турачак, республика Алтай. Место удаленное от популярных маршрутов Горного Алтая, но не менее красивое. Сюда приезжают туристы со всей России. Питаются энергетикой могучих гор и бурных рек. Местный владелец Турбас предлагает отдых каждому по карману. Цена за одну ночь разнится от 800 рублей до 6000. Организатор пространства Алтая Лена Рой говорит, что Алтай может принять абсолютно всех желающих, а также предложить им много интересного. Не нужно выделять сезоны. Круглый год можно на Алтае найти свое, зачем ты сюда едешь. Все меньше становится мест, где уже про шашлыки и пиво и про случайные стоянки, где никто не убирает, ничего этого нет. Больше людей со смыслом приезжают на Алтай. Каждому находится своя локация по душе. На каждого человека по карману по своему он может выбрать и по интересам в том числе. Но места про шашлыки по-прежнему есть, отмечают гости республики Алтай. И приводят в пример дорогостоящий Чемальский район, где цены на турбазах, если не брать кемпинг, начинаются от 3000 и достигают заоблачного уровня. Вот только по-настоящему набраться сил в Чемале, несмотря на многообещающий ценник, вряд ли получится, отмечают некоторые туристы. Мне кажется, это некорректная тема для самого Алтая. Она несет грязь, она несет шум, которого пугаются животные. Вот вчера пускали фейерверки, стреляли. Рядом находятся горы, где олени пугаются от этого шума. Поэтому такой отдых не очень корректный. В СМИ уже давно обсуждается проблема отдыха в горном Алтае, что он преимущественно для москвичей, а не для соседних регионов. Однако, если очень хочется, можно взять палатку, сесть в автобус и доехать до горных красот. Сервисы удобства, конечно, максимально просты, но разве за ними едешь в горы? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.